коллеги добрый день так сегодня мы ну немножко совсем коснемся нашего продукта интеграционной платформы integration gears и интеграционные шины фест факторе избе вот больше поговорим про архитектуру и архитектуру асинхронную архитектуру что касается менеджер очередей или брокеров сообщений кто как называет эту тему тоже мы затронем но все же немножко про наш продукт я сначала расскажу да и почему то есть это для нас тоже до важный момент потому что у нас платформа состоит не только из интеграционного уровня да это получается интеграционный брокер где мы реализуем интеграционные потоки и там организуем рез сервисы и веб-сервисы но еще одна немаловажная часть нашего продукта это транспортный уровень и это у нас менеджер очередей но или брокер сообщений и почему мы это называем менеджер очередей до небольшой экскурс в историю на самом деле первым менеджером очередей был но первый менеджер был создан компания и бим да это было в девяносто третьем году а это назывался mq-сирис на дальше он там назывался веб-свером кулу и сейчас это называется и bm-ку да то есть после очередного ребрендинга и мы начали работать с данным менеджером с айби мамку в девяносто восьмом году одни из первых в россии внедряли прикладной транспортный уровень а нашим заказчиком тогда был cb да мы вот работали в платежной системы cb и внедряли данный менеджер и так у нас и завелось что мы менеджер очередей называем менеджером очередей ну так начнем тогда немножко с такой верхней уровне архитектуры чтобы рассмотреть какие у нас есть кейсы когда мы работаем с менеджерами очередей первое это конечно гарантированная доставка обычно это свойство менеджер очередей применяется когда нам нужно связать несколько геораспределенных узлов с каким-то единым центром с содом обработки и тому подобное давайте представим что уровень 3 да это у нас например города регионов уровень 2 это региональные центры а уровень 1 это центральные узлы на там соды и тому подобное и понятно что связь не всегда стабильно связь она иногда пропадает иногда вообще узлы тоже пропадают и нам важно чтобы приложение которое работает локально своим менеджером своего региона и своего города не могли стабильно работать отдавать необходимые данные и дальше обрабатывать сообщения дальше обрабатывать необходимые запросы которые приходят до от клиентов и тому подобное и тут даже если нету связи с уровня 3 до уровня 2 то мы эти сообщения будем складывать в транспортную очередь и как только у нас сообщение у нас связь наладится или сервер поднимется то из этой транспортной очереди гарантированно сообщения будут приходить на уровень 2 там и дальше на уровень 3 например но это один из кейсов на на самом деле очень такой распространенный случаев больших проектах то есть маленьких проектах там небольших организациях конечно вы не найдете сотни узлов разбросанных по всему региону но на самом деле у нас есть проекты где узлов гораздо больше давайте вот наверное все таки расскажу про один кейс это федеральная таможенная служба у нас таможенных пунктов 835 по всей россии и в каждом таможенном пункте стоит наш продукт и принимает сообщение да это это мир генские снимки и документы и все что там поступает понятно что ну таможенные пункты они соединяются своим получается уже оригинальным центром и это порядка 90 регионов россии да и регионы получается уже взаимодействует с центральным узлом в москве и а и понятно что там до сих пор стоят модемы для установки соединений да и иногда тоже бывают проблемы связи с последним событиями и предложение при этом должны работать до стенки поступать документы поступать там подобное и приложение не должны останавливать работу и тут получается что как раз вот эта связка позволяет гарантированно взаимодействовать между вот такими узлами при этом не просто там узел может взаимодействовать с центром да но бывает что и узлы взаимодействовать еще с региональным центром и на самом деле чтобы организовать вот такое вот соединение достаточно просто создать несколько каналов не надо создавать множество каналов чтоб каждый связать с каждым да мы просто создаем несколько каналов и у нас организуется вот такое вот взаимодействие у нас в cb тоже есть такой пример но пойдем дальше на самом деле немаловажную часть вот в такой архитектуре который мы до этого рассмотрели играют уведомления или квитанции давайте то есть рассмотрим какие да у нас бывают квитанции когда мы работаем на транспортном уровне да мы сейчас не говорим о интеграционный уровень да то есть мы не говорим про интеграционные потоки схемы там гемологику реализуем тут мы работаем с очередями и квитанции у нас основных три первое это когда сообщение поступила в очередь второе это когда сообщение изъяли в очереди или удалили и третье это когда у сообщения настало время жизни то есть сообщение есть такое свойство мы задаем время жизни у сообщения и после там определенного там момента он там удаляется сам но в этом тоже поговорим и нам а получается ну вообще для чего да эти квитанции используется во первых это конечно система мониторинга система исторического мониторинга когда нам нужно отслеживать доставку понимать где сколько сообщение проходило когда в каких точках это сообщение приходило а и когда мы это сообщение доставили до приложения вот там случае там приложение 2 а а а и обычно это все генерируется асинхронно да это тоже там небольшие сообщения который складывается тоже там отдельную очередь и дальше уже обрабатывается система мониторинга но эти квитанции еще очень часто мы с этим сталкиваемся используют приложение которые посылают сообщения асинхронно а для чего чтобы понимать что она например дошло там до узла 2 или она обработалась именно приложением 2 потому что бывает что иногда приложение которые потребляют данные они не могут ничего ответить и в данном случае мы что можем сделать мы можем уведомление о том что на менеджер очереди 3 до случилось такая транзакция и приложение 2 прочитала сообщение с очереди значит удалила его до транзакционно мы можем это уведомление направить приложению 1 и приложение 1 будет знать что о его сообщение уже обработано а это тоже важный момент вот эти вот квитанции чтобы ну и для мониторинга да и для мониторинга на уровне приложения мы можем даже приложению 1 выдавать вообще все квитанции до чтобы он там показывал какой прогресс барс что у него вот это прошло это прошло и вот сейчас там он дойдет до туда и обработается вот так пойдем дальше у нас времени так много еще одно применение это безопасность да то есть это такая интересная тоже тема про безопасность смотрите то есть в каких случаях применяется менеджер очередей первое это у нас гальваническая программная гальваническая развязка это когда по-разному на самом деле в разных проектах по-разному применяется да но вот один из примеров это как на картинке когда нам нужно защитить внутренний сегмент от прямого внешнего воздействия то есть у нас получается что мы ставим узел один во внешнем сегменте и узел один во внутреннем сегменте связываем их вот именно каналами менеджер очередей чтобы трафик проходил только через данные каналы и дальше уже на вход в к внешнему узлу могут приходить любые протоколы даже синхронные да то есть мы можем в этом случае пробрасывать даже там тоже типичный трафик да то есть это касается там юреста пивы в сервисы что угодно все эти протоколы мы можем пробросить через менеджер очередей чтобы сделать реально такую интересную штуку который безопасники любят такую программную голове гальваническую развязку а такая же схема похожая используется в димитру димитру дима за это короче и смотрите да то есть основное требование в диму так димзет какое что инициация соединения должно быть с одной стороны а обмен должен быть двухсторонний и наши каналы не только наши есть там другого и бьем например тоже там канал так есть специальные до позволяют такое взаимодействие организовать чтобы инициация была с одной стороны обмен сообщениями был двухсторонний и это у нас тоже в нескольких проектах применяется чтобы у нас была работа с на mz так пойдем дальше и еще одно применение это синхронно асинхронный шлюз тоже такой интересный кейс на самом деле смотрите обычно для чего это мы применяем до в проектах но по-разному в основном это когда у нас на бакенде с правой стороны находятся процессы которые работают с икса и транзакциями да там с двухфлазными транзакциями такие тяжелые процессы которые на которых оптимальное количество потоков это ну максимум 20 то есть больше все они там могут вообще завалиться а а на входе клиентов много да то есть там тысячи могут быть несколько тысяч и десятки и сотни да и представьте все они хотят одновременно взаимодействовать с этим содом получать данные там обрабатывать их то есть что будет если они все сразу полезут и начнут дергать этот несчастный сот конечно ничего хорошего не будет а поэтому организуется вот такой там шаблон да можно сказать такая архитектура это синхронно асинхронный шлюз то есть на входе интеграционной шли не у нас синхронные протоколы приходят на это там реста пивы в сервисы например мы их преобразуем в синхронный протокол и выкладываем в очередь и дальше уже то приложение которое находится на бакенде всегда работает оптимально в своем темпе то есть он установил вот эти там 20 коннектов к очереди и не больше и не меньше и всегда так он работает всегда стабильно всегда устойчиво и оптимально производительно не буду про кейсы рассказывать ну просто есть проекты к ты про которые рассказывать не стоит так идем дальше а так это еще один интересный момент это синхронно асинхронный и дальше синхронный да то есть получается что вот смотрите интересный случай на то есть у нас есть приложение которое работает синхронным протоколом с другой стороны да вот и вы спросите там какого этого самого да мы тут должны через очередь все отправлять напрямую кидаем и все поехали но на самом деле не всегда так просто да то есть об этом мы тоже там более подробно мы рассмотрим эти все кейсы да то есть и расскажу как это все у нас организовывается вот но смысл в том что приложение до синхронно получается общается шиной шина выкладывает сообщение очередь и другой процесс уже транзакционно забирает эти сообщения и доставляет приложению 2 да это связано с тем что приложение 2 может быть какой-то момент недоступно да может быть там постоянно перезагружаться или что-то еще или сети могут быть проблемы на чтобы не реализовать логику но к этому мы еще вернулись вернемся так ну еще на самом деле множество применения у менеджера чередей тут я могу долго рассказывать сколько там у нас тайминг-то да нормально так давайте но немножко да про некоторые расскажу первое это и целый да и время жизни сообщения это тоже да интересный кейс потому что вот представьте то есть у нас идет обмен сообщениями да там есть сеть из менеджер чередей там даже один узел и у нас высылый стоит что максимальное время доставки сообщения это три секунды дальше сообщение не актуально почему может быть она не актуальна там разные кейсы могут быть может клиент просто там три секунды ждет и отваливается сразу да то есть как по тайм-ауту и все ему уже это сообщение не нужно то есть в этом случае выставляется как раз время жизни сообщения через 3 секунды это сообщение удалится и даже если нужно сгенерируется уведомление на то что я там рассказывал что уведомление тоже интересная штука сгенерирует уведомление о том что это сообщение удалилась да ему это сообщение можем доставить приложению отправителю что вот у нас получается такая штука случилось мы сообщение удалили теперь как бы разбирайся сам там или отправляющий раз второе это приоритеты доставки тут долго тоже не будем останавливаться этому всем все понятно да то есть мы можем в очереди набросать сообщение указать разные приоритеты и сообщение с наивысшим приоритетом обработать в первую очередь а отложенная доставка тоже интересная штука самом деле то есть не все знают да что это можно реализовать на базе менеджеров чередей иногда бывает полезным то есть мы можем при отправке сообщения менеджер очередей указать когда она будет доступна для считывания то есть мы указаем указываем определенное время да и кладем это сообщение в очередь она гарантированно там записалась если там сообщение персистом записалась на диск да я ждет своего момента когда этот момент наступает он появляется в очереди его приложение забирает кейсов множество да то есть как бы для чего это может применяться то есть мы там сделали какой-то процесс да и дальше уже мы должны например там через час до что-то там другое сделать или проверить как процесс прошел и тому подобное то есть тут на такая с такое свойство тоже есть у менеджер а синхронность для систем мониторинга но это и вот когда про квитанции рассказывали тоже рассказывал это на самом деле больше касается когда у нас мы большой трафик вот именно по доставке в систему мониторинга да это больше касается исторического мониторинга когда там сообщение проходят когда у нас трассировка еще идет да то есть у нас получается же не только мы из менеджера очередей собираем данные что вот сообщение пришло там потом ушло еще что-то сделалось мы еще можем эти данные собирать из интеграционных потоков до с интеграционного брокера вот этих схем обработки наших или там понятно дам если шло каких таких моментов и этих сообщений может быть много если мы это все будем синхронно давать в систему мониторинга то понятное дело что мы будем тормозить основные процессы и в этом случае как раз применяется очередь ему это все в складываем в очереди потом уже асинхронно своем темпе это все доходит до систем мониторинга так ну наверно пойдем дальше теперь рассмотрим все это более подробно и вообще рассмотрим что такое шаблоны обмена это опять же на базе нашей платформы integration gears да и вот factory избит в частности фест но это на самом деле применимо да и для других платформ тоже и так шаблонов обмена у нас два первое это in only то есть такой асинхронный шаблон до отправили забыли односторонний дамы сказать 2 это синхронный in out то есть это отправили и ждем ответа но как http до работает рекой с респонс там или реплай там то есть как без разницы вот и то есть эти у нас шаблоны да по-разному применяется давайте тогда более подробно дальше уже рассмотрим как это все можно применять а синон ли я думаю все понятно и в принципе все очень просто то есть смысл какой что приложение подключается к очереди войдет сообщение в очередь и получает tank knowledge о том что сообщение находится в очередь если у сообщение свойства persistent то она значит гарантированно записалась на диск и после этого он получает tank knowledge то что сообщение находится в очереди а дальше работают уже другие процессы которые забирают да это сообщение с очереди делать какую-то про обработку например интеграционные потоки или приложение сразу и после того как они завершают на свои там действия если это в транзакции то когда транзакцию там завершает комит когда делают это сообщение удаляется из очередь вот если она не транзакционно работает то при чтении она сразу удалится вот тоже такой момент ну то есть тут сын он ли я думаю все понятно там особо не будем останавливаться теперь шаблон обмена in out да то есть что вот еще хочется сказать смотрите у нас продукте как устроена да вот немножко тоже там наш кейс вот не ну не на этом на в разных платформах нами по-другому у нас автоматически определяется шаблон обмена зависимости от точки входа то есть если к нам приходит синхронный протокол то у нас обработка вся обработка она работает в режиме синхронный значит in out да если приходит асинхронный то в режиме in only и от этого зависит поведение обработки сейчас объясню дальше а то есть смотрите да то есть в первом случае в первом случае у нас то есть там что пришло сообщение да мы сразу его забрали положили и все так второй случай к нам пришли приходит синхронный запрос да например там приходит ареста пили слаб там по прозакула http и у нас получается автоматический обработчик понимает что к нам пришел синхронный протокол и переводит обработку в режиме in out и в этом режиме а когда мы выкладываем сообщение в очередь то у нас транзакция не завершается то есть у нас транзакция зависает вот в этой точке там выхода на когда мы выкладываем сообщение в очередь и начинает ждать вот о чем ждет он ждет ответного сообщения ответного сообщения в очереди в ответной очередь да и при этом ответ должен генерировать уже этом тот процесс да то есть это может быть также там какая-то интеграционная шина или может быть просто приложение но здесь да на другой стороне есть определенные правила как обрабатывать вот такие сообщения чтобы все-таки к нам пришел соответственно пришло сообщение которое мы можем взять и дальше продолжить эту транзакцию да то есть потому что транзакция у нас открыто она то есть пришло вот в очереди приложение его забирает и первое правило это то что оно должно запомнить исходное исходный идентификатор сообщения да в нашем случае это gms шайди то есть он его запоминает и при ответе он заполняет идентификатор корреляции именно этим значением нашем случае джим с крылыш найди он его заполняет для чего для того чтобы вот эта транзакция один определила что это именно сообщение то сообщение которое он ждет потому что вот этот процесс он может работать многопоточно да это могут быть сотни потоков ее могут сотни сообщений находиться в этой очереди ему надо отобрать именно то сообщение которое для этой транзакции и соответственно получается что второе правило что им надо вот этому приложению сделать это получается указать то есть отправить сообщение в очереди которая ждет транзакция 1 как он это определяет первое это он определяет исходя из заполненного заголовка в нашем случае gms reply туда то есть в какую очередь ответить и вот какой очереди ответить может задать транзакция 1 то есть при отправке сообщений в очередь можно задать в какой очереди он ожидает ответа если данный параметр не задан то будут использоваться темповые очереди да и ответ пройдет темповую очередь такой механизм который есть и работы и получается что после того как у нас сообщение пришло уже с данными которые нам сгенерировала другой процесс на она уже отправится приложению 1 то есть приложение 1 ну как он привык да то есть он там от отвечает там отправляет request они на респонс ожидает уже данные сразу не просто анкнул лично а именно данные которые должны были обработаться где-то на другой стороне так еще один кейс это когда тоже к нам приходит синхронный протокол а но у нас получается мы должны это обрабатывать асинхронно да понятно в таком подходе приложение вообще подходы отличаются потому что вот в первом подходе до этого да то есть приложение работает стандартно он там просто request и в респонсе получать данные а здесь все-таки приложение когда к нам приходит мы во время обработки меняем шаблона обмена шаблон обмена во время обработки можно менять и когда мы поменяли то есть понятно что синхронный протокол к нам пришел это in in a in out мы его во время обработки поменяли сделали in only и отправили в очередь и сразу после того как получили анкнул эти о том что мы выложили в очереди сразу мы закрыть транзакцию окей значит приложение обликешь на один получил анкнул лишь что он просто выложил это сообщение в очередь а данный тайм над все равно какие получать допустим обработки вот то есть это по-разному это все организуется это может application 1 там запрашивать там какие данные с другой очереди или мы можем просто инициировать обратно отправку да то есть если application 1 умеет там открыть открывать порт и слушать трафик вот то есть но по-разному что делается смысл тут получается что мы дальше уже все это синхронно обрабатываем да как в первом кейсе in out да все просто вот ответ до выкладываем уже там какой-то другой очереди тут неважно в какой потому что то есть эта обработка она будет все равно завязана с другим процессом application который уже будет работать на прием сообщений то есть тут получается он работает там один по одним процессом до на отправку а другим процессом на прием на то есть стандартно такая асинхронная работа но через синхронный протокол и и вот еще один кейс да я думаю что мы тут его тоже быстро пройдем это у нас когда вот как раз я говорил что два приложения работают синхронными протоколами это тоже такой на самом деле не часто встречающийся кейс но мы на самом деле часто встречать когда то есть нам приходит синхронный протокол да мы также его преобразуем там сына от на инон ли перекидываем получается это все в очередь и дальше уже отдельным процессом да на интеграционной шине в рамках транзакции забираем сообщение из очереди и начинаем пробовать отправить в приложении 2 пробовать потому что да вот такие штуки они организовываются как раз тогда когда приложение 1 да она ну на самом деле то есть это прикладная часть да то есть вот смотрите если приложение один хочет взаимодействие с приложением 2 напрямую да и если не нет доступа у приложения то есть но если нету сети да да приложение 2 и вообще приложение 2 не работает то что должен сделать application 1 вот там сидит там дальше какой-то оператор там что-то в белок и нажал там это все пришло в application 1 и он должен эти данные там обработать и куда-то передать а куда передать узел недоступен да что он будет делать то есть ему придется реализовывать механизмы повторные отправки у себя а это что это получается ну во первых конечно данные получается чтобы не потерять они должны быть стойкими то есть приложение один надо сделать вот к за устойчивом режиме да где-то эти данные тоже там как тот к за устойчиво хранить то есть это такое что ну иногда нельзя себе позволить и как раз вот в этом случае организуется вот такая вот схема да то есть мы получается взаимодействуем с приложением 2 через там асинхронное да такое взаимодействие и вот этот вторая транзакция то есть она уже взаимодействует с приложением 2 транзакциона потому что если она недоступна она откатывает транзакцию сообщение оказывается в очереди исходной вот то есть когда то есть доступно тогда она и отправляет и результат обработки уже доходит также как прежде части мы рассматривали до приложения 1 вот но я думаю что как бы так вот быстренько мы справились задачей потому что нас ждет обед надеюсь что вкусный коллеги но надеть было интересно понятно что такая на самом деле там простая тема но с другой стороны очень важная да то есть надеюсь что освежило вот то что скорее всего все и так знали ты так просто набить не сбежишь сейчас мы тебе будем задавать вопросы не то что я за рюкзачок если просто интересно гирги можно вернуться на слайде и на финал и нонли а я правильно понимаю что вот первый кусок связанной с транзакцией синий блок это отдельный собс да все верно и он становится синхронным по типу канала на коннектора который к нему подсоединен да да если sub это всегда синхронный да я не могу принудительно сказать что это sub но реагирую на него какая синхронный мы можем пи перевести на вот это про то смотрите сот на самом деле там вообще отдельная у нас тема это если вот именно говорить о нашем продукте да у нас есть отдельный модуль где настраивается веб-сервис и там есть свойства асинхронности то есть мы там именно на веб-сервисов можем сказать что вот этот метод он асинхронен окей там галочка поставили он асинхронен и тогда мы можем даже этот метод сразу записывать в какую-то очередь то есть мы можем сразу там указать в какую очередь это все уйдет вот или вызвать схему обработки но то есть я могу фактически в этом случае поставить вот эту галочку вот это разрыв синхронности сделать и фактически транзакцию 1 и 2 объединить в один собс в описанной тобой схеме ну да получается что так то есть получается что мы делаем ставим галочку в модуле веб-сервисов вот дальше а это все у нас кладется сразу очередь дамы исключаем транзакцию 1 и работаем уже сразу очереди тогда продолжение вопроса сапом понятно там можно галочкой управлять искусным разрывом синхронности еще rest какие еще создают принудительную синхронность принудительную синхронность у нас джимс и так понимаю он асин хронил всегда джимс на самом деле он вот как раз смотрите да то есть я тоже важную часть да наверное упустил это вот хорошо кстати что я упустил то что вы задали вопрос на самом деле смотрите а вот есть шаблон и но ли да и есть шаблон in out мне было в планах все рассказать но вот все вот у нас как-то это затянулось а смотрите на самом деле да когда к нам приходит синхронный протокол а мы его определяем что он синхронный и работаем с шаблоном main out когда асинхронной до и но ли но есть единственный протокол который может работать и синхронно и асинхронно и сына у там и с и но ли и это как раз джимс то есть получается что вот смотрите да вот как раз вот этот кейс когда к нам пришел синхронный протокол и мы поджим с у работаем синхронно то есть мы отправили сообщение на транзакцию не закрыли мы ждем ответа в ответной очереди да то есть мы работаем же масса морская синхронно то есть мы ждем ответы то есть реальных данных и пока они не придут мы не закроем транзакцию вот это шаблон обмена можно настраивать и на стороне клиента то есть не только на шине да то есть и клиент может сразу инициировать джим и запрос именно синхронный и ожидать ответа уже там в какой-то из какой-то другой очереди то есть это тоже такой интересный момент ну и наверное все 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 описано все эти брокеры в очереди во всех ваших схемах это касались только черного ящика внутри шины потому что для обеспечения гарантированности и транзакционной целостности по-хорошему еще очередь должна быть на информационных системах спасибо наверно но на самом деле то есть как бы у нас стандартные до шаблоны и тут бывает до кейса когда нужно очереди выносить на стороне информационной системы и на самом деле часто мы с этим сталкиваемся вот иногда нет необходимости иногда да то все зависит от кейсов определенных паттерна открыть там же добрая половина паттернов она как раз при системы отправить или получать или они про мидовые поэтому и там все про очереди и да и собственно и механизм там например подставь информацию в обратном адресе куда тебя синхронно ответа доставлять это все тоже там описаны это же справедливо для интегрируемых систем на да здравствует локальные интеграционные слои да но на самом деле по материалу презентации наверное вопросов нету как бы ну действительно качественным базовая основа месседжинга интерпрайзного вот описано у меня наверно чуть больше вопрос практически два первый вопрос реализовано ли у вас уже коннекторы под вот сокеты да ну то есть работает полностью с имитации синхронности со всеми битами прочь да у нас самом деле и мы его используем в нашем так сейчас я верну слайдик по эмуляция синхронности с разверсткой там посерединке да но на парке да то есть у нас есть интеграционный уровень да где у нас там интеграционный брокер реализуем интеграции транспортный уровень менеджера чередей и есть уровень мониторинга и управления и там одним из модулей у нас есть дар год вот дашборд очень тесно связано с монетром чередей и он связан там с определенной очереди куда приходит данный который ему надо отобрать отобразить а и эти данные к нему приходите в стоке ты понятно и наверное второй вопрос это больше про гибкость настройки собственно факторы избе само по себе можем ли мы в рамках одной инсталляции управлять руками количеством менеджеров очередей экземпляров там и как-то более тонко это тюнить сколько их должно быть там приоритизация и вот это все да у нас понятно да то есть когда множество узлов и особенно когда мы работаем с какой-то гальванической развязкой то необходимо создавать несколько менеджеров на одном узле но вот если посмотреть это стороны безопасности до во первых это то есть мы создаем вам менеджер на одном узле почему да то есть мы одному менеджеру назначаем один из аннет порт а другому назначаем другой из аннет порт и получается данный там получаем с одного сегмента да то есть их обрабатываем и перекладываем другой менеджер который уже работает с другим азернет портом да и получается уже у нас вот такая то есть даже на одной машине да такая небольшая развязочка и еще естественно есть кейсы когда ну просто нужно там даже для своих тестирования до в основном там десятки менеджеров все там поднять чтобы все протестировать ну то есть без проблем у нас нет ограничений сколько менеджеров поднять ресурсы между ними тоже по умолчанию там настраиваются это максимальные какие-то настройки есть но все это можно и вручную настроить можно и по памяти ограничения до вручную что уже вбивать в процентном отношении а вот то есть по диску тоже потому что важно да то есть диска если добьется у нас все уже перестанет работать то есть эти все моменты есть ну и наверное у меня третий вопрос родился по ходу мысли рискну предположить что у вас над каждым менеджером очередей но над каждой очень юнитом до менеджера очередей висит какой-то хендлер который собственно обеспечивает всю логику обработка сообщения в нужных статусах отправка тикетов взаимодействие с мониторингом и так далее собственно это каждый менеджер имеет по одному хендлеру в той же двумки в которой все это крутится или у вас это как-то я не знаю несколько хендлеров могут обрабатывать один менеджер очередей ну точнее в одной как бы это выразить в одном unity менеджер очередей чтобы он обрабатывался сразу несколькими хендлерами для для ускорения скажем так обработки или вас он просто один крутится там же и там же левом крутится смотрите давайте до 1 котлет от мух то есть да есть встроенные процессы в менеджеры которые получаются они крутятся в самом менеджере то есть они вообще неотделяемой да это касается контроля времени жизни сообщения да то есть это касается там их то тайм-аутов расписание уведомлений которые генерируются перехватчиков событий и тому подобное то есть они неотделимы они должны находиться там да и они оптимально там все хорошо чувствуют и их вообще отделять даже не над и и не надо их распараллеливать есть процессы которые взаимодействуют уже с очередями с каналами с очередями чтобы забирать сообщение да там дальше обрабатывать и наоборот выкладывать и вот эти процессы они могут быть как локальные у нас вот когда вот все развернуто локально на одном узле то это конечно быстрее потому что происходит общение прямо через напрямую с этими очередь через въем да то есть мы не уходим на 10 пи пи уровень то есть мы через въем сразу получается забираем эти сообщения выкладываем и в настраиваем сколько потоков нам нужно вот а так бывает у нас кейсы проекты потому что у нас же такая то есть можно сказать модульная архитектура когда на одном узле поднимают менеджер очередей а на другом узле поднимают интеграционные брокеры да то есть получается что и вот интеграционный блокер брокер находится в кластере там активы актив да то есть там 8 узлов автоматическое подключение и тому подобное да то есть получается тут без проблем да то есть это вообще отдельные процессы да то есть сколько угодно мы там этих узлов там и докеров там вот этих там уберку беретом настроили они автоматически поднимутся и будут соединяться этой очереди и отдельными процессами работать на каком протоколе джимс это да джимс в зависимости от менеджеров чередей потому что у нас два типа менеджера а им кипи еще это близко нам купол жить тоже есть да ну арк и укор есть то есть там в принципе есть там с простые стомп то есть тут у нас в поставку уходит примеры на разных языках программирования и с разных протоколов то есть тут без проблем у нас там есть заказчики которые там на год что-то пишут взаимодействует кто-то на си шарпе там кто-то на си плюсе там до сих пор там кто-то там ну понятно в основном на я и все ну я наверно всех утомил уже завершающий такой вопрос болезненный для всех кто сталкивался с интеграцией это рогучие желание через интеграционную шину передавать не структурированный контент в больших объемах все непременно если планы как-то нативно организовать работу с контент-менеджерами чтобы вроде бы через шину передавать но при этом не загружать брокер очередей и очереди подключаться какому-нибудь из 3 там либо что-нибудь более старая с какими-нибудь хранилками скажем так интегрировать integration гирс на этом мы с ренатом попозже раз к но есть вопросы все рождите по моему вопросу да давай давай сейчас сейчас день добрый все же обедать хотя доме вопрос маленький буквально на секунду вот говорили при подключении про протоколы в соке с чуть затронули вот есть маленький вопрос у нас есть возможность при использовании вашей шины переходить самостоятельно на уровень цепи депи и реализовывать собственные протоколы для отходящих связи подключения обработчики произвольный то есть ну или только список фиксированный нет на самом деле у нас есть на специальный спи и который позволяет создавать кастомные точки входа и точки выхода если у вас какой-то специальный протокол который мы не поддерживаем да потому что у нас на самом деле множество протоколов и udp тоже есть том числе да то есть я про него не рассказал но на самом деле тоже интересная штука вот хорошо что напомню я буквально две минуты про него расскажу на самом деле то есть когда вы смотрите да мы связываем несколько менеджер очередей по какой-то определенной сеть до в основном используются теперь и протокол но теперь протокол он эффективен когда хорошие сети связи когда получается у нас pink маленький до когда нету потери пакетов но когда все это есть да то есть мы когда общаемся там с отдаленными регионами а то когда пинг уже там 50 миллисекунд или спутниковые каналы да то есть когда пинг уже там 50 миллисекунд или больше там ли 100 миллисекунд дай бог то эффективности спи и падает не в десятки раз а то и в сотни раз вот и у нас есть специальный протокол называется фарпи он позволяет работать в таких сетях максимально эффективно как раз он построен на youtube и но с гарантированной доставки то есть модификации udp с гарантированной доставкой и по нашим тестам когда получается в этом 100 миллисекунд задержка дата в сотни раз быстрее чем теперь а то есть это тоже такой интерес интересная тема у нас двух проектах это используется фото есть и для взаимодействия с дальними регионами с дальним востоком на регион для нового востока и в cb используется для синхронность бас между нижним и москвой штука интересная тогда можно создавать свои коннекторы свои точки входа выхода и общаться уже специальными протоколами которым вы хотите общаться спасибо да всем привет сергей ожогов берге у меня вопрос к тебе вот там слайд был где уровень 3 уровень 2 уровень 1 с менеджером очередей я к сожалению не знаком с продуктом не совсем правильно понимаю могу понимать что такое менеджер очередей скажи пожалуйста если у нас я правильно понял вот на каждом инстанции до уровня 3 уровня 2 стоит свой менеджер очередей случае как ты говорил там 800 чем-то у нас федеральной таможенной службы вот этих узлов пунктов там собственно на каждом узле свой менеджер очередей стоит как в таком случае происходит их актуализация если идут какие-то изменения как вы поддерживаете как ну вот они же работают с нестабильными каналами у нас есть победитель извиняюсь у меня все отлично так давайте вернемся еще к одному слайдик а вот к этому вот мониторинге управления у нас есть отдельный модуль называется централизованное управление серверами и мы его сделали именно специально под такие большие проекты когда у нас большой зоопарк узлов и нам нужно как-то накатывать изменения до накатывать даже новые версии обновления до получать какую-то статистику собирать конфигурацию бы капить там все данные которые там нужны и тому подобное то есть это такой интересный отдельный модуль да он не всем нужен на самом деле когда там 12 узла то можно это все и руками там экспорт импорт там пошло поехала и все но когда действительно такой большой зоопарк то это руками не сделать но понятно да то есть такой мини все сиди инструмент но уже настроенный подточенный под нашей задачи то есть мы там заводим узлы которые у нас есть вообще все при этом смотрите да какая интересная тоже штука смотрите на самом деле а интересная тема уровень 3 до очень часто вот там в цв встречаемся там есть это что кажется фигня нету прямой связи уровень 3 с уровень 1 сетевой да то есть получается что но все управление происходит на уровне 1 администратор сидит там администратор там нету есть там просто железка и то есть нам нужно управлять вот этими узлами а канал только м кушный на только менеджера очередей канал и у нас есть возможность управлять вот этими вот удаленными узлами через промежуточные узлы это все у нас настраивается да там называется там шлюз и через вот эти вот получается промежуточные узлы мы можем управлять удаленными серверами это и также получается отправлять туда конфигурацию новые версии собирать оттуда какую-то статистику данные там бэкапы конфигурации и тому подобное то есть все что необходимо можно сделать прямо с нашего вот единого инструмента победителю